Рассказать, значит, ну, первый момент. Уже, честно говоря... Дима, отойди, чтобы надо сверху. Немножко устали уже от подделок, переподделок проекта. То есть опять вернули проект завода. Напомню, что это уже шестая подача. При этом, чтобы вы все понимали, завод уже стоит, построены полтора года. Никакого нового газоочистного оборудования туда не ставится. Все эти подачи, якобы переработка проектов, это фикция. Это подгонка под желаемый результат заказчика. Заказчик построил завод, его надо как-то ему запускать. И все вот эти переделки проекта, на самом деле, они ничего общего с реальной переделкой завода не имеют. Потому что никакого газоочистного оборудования дополнительного не ставится. Просто подаются документы для того, чтобы данный завод запустить. И они перепадали документы через день, как забрали. Ну, чтобы было понимать, в истории еще не было, что за один день перерабатывался полностью проект. То есть невозможно такой серьезный завод, впервые в Беларуси, инновационно, за один день полностью переделать. Ведь как происходит переделка всего этого проекта? Опять предоставляются недостоверные данные, на основе подделок что-то пишется. Но почему госчиновники, у них уже был опыт, когда запускали завод, запускали надачную работу, они увидели те десятикратные, стократные превышения. Почему они не прекратят весь этот цирк? Они видят реально, что построено. Они видят, что им подается. Завод не меняется физически. Газоочистные остановки, которые были, так и остаются. Почему они продолжают этот цирк? Ну, на мой взгляд, очень серьезное лоббирование идет данного вопроса, и по-другому никак. Ведь если посмотреть так вот просто, там же люди в экспертизе не глупые сидят. А им же тоже себя дураков, когда мы звоним, строить не очень приятно, я так подозреваю. И они должны сказать честно, что данный завод не дееспособен, он не жизнеспособен на данной территории в таком виде, как он построит. Когда у них будет эта смелость, когда прекратится лоббирование, не знаю. Вот. Второй момент, который хотелось ответить, это опять подделка на подделку, которую вывесил iPower по документам. Якобы они получили какие-то документы, подтверждающие подделки, которые мы выявили. Чтобы всем было понятно. Первый проект, Агромаш детали, и второй проект, НПФ экология, базируются, я ответственно заявляю, на подделках, на поддельных данных. Мы просим дать. То есть вопрос в чем, что дайте паспорта на оборудование. Дайте паспорта на оборудование, которое вы установили. Не которое в проекте заложено, альтернатива, а которое установлено, смонтировано, которое проходило пусконаладку. Где эти паспорта? В этих паспортах все написано. Какие выбросы, как оно работает. Вместо этих паспортов нам какие-то бумаги предоставлены с пропущенными страницами. И какие-то данные написаны были с печатями, допустим, производства в Испании, в Южной Корее, о подписи печати в Дании. Что сделал iPower? iPower нам показывает какой-то конверт DHL Express, полученный с Китая, который подтверждает датские печати. Вдумайтесь, датчанин говорит о правдоподобности своих подписей по письму из Китая, которое пришло. Причем еще интересная там подпись стоит им 13 марта 2020 года, 13 марта 2020 года, что он на это письмо написал. А письмо получено 20 февраля. То есть, вы понимаете, непрофессионализм iPower даже в подделке просто огромный. И что получается, что вместо того, чтобы запросить паспорта МВД на оборудование, ведь эти паспорта были и в Центре экологических экспертиз, на них базировалась вторая экологическая экспертиза, нам пишут ответы, что они сличают подписи. Ребята, при чем тут сличение каких-то подписей? Мы говорим о том, что данные поддельные, подложные данные, то есть не от этого оборудования. Пришел ответ из МВД, что китайцы отказываются им предоставить данные по этой справке. А по вопросу Испании и Южной Кореи рассматриваются вопросы с несогласностями. Ребята, а что вы уже проверили? У вас уже увидели паспорта, что это поддельное? Либо вы, как с итальянской спаррой, полностью схема будет прослеживаться. То есть, есть подделка, мы ее видели, то есть там бегающие печати, непронумерованные листы. Ответ из МВД, что ответ не удается получить, значит, это справка законная. Ну, то есть, уровень работы остается на том же уровне. То есть, итальянскую справку как-то отбили, и сейчас хотят отбить данные документы, на которых, опять же, базируется проект. То есть, паспортов на оборудование, то, что нас все больше волнует, ничего не предоставлено. Подделка не хочет расследоваться. Ну и последний момент, то есть, вся система, вот это, получается, выводы следующие. То есть, что вот предприятие «Омскарбон», наш завод АКБ, он построен в нарушении всех законов экологических. И государство, несмотря на это, пытается их запустить и запустить в ущерб нам людям. То есть, так если подумают, то есть, что такое государство? Государство – это институт, который должен защищать граждан, который содержит его. А тут попираются основополагающие нормы и законы нашей безопасности. И самая главная безопасность, одна из самых главных безопасностей – это экологическая безопасность. На нее просто начинают плевать. Вы посмотрите, какой указ подготовился. Указ, который, по сути дела, разрешает наш закон отравить. И этот указ подготовили профессионалы с Министерства природы. Те профессионалы, которые не могли оценить итальянские документы. Полностью итальянский авоз, который со всеми выкладками есть. И они вносят, якобы продумавший такой указ, якобы на обсуждение. Какие-то годы вообще у нас указы президента обсуждались. Он подписывается и все. А и по этому закону нас могут просто травить на законных основаниях. То есть, прикрываясь тем, что этот завод очень важен для государства. То есть, из-за этого государства вообще ломается полностью. То есть, у нас получается не какое-то светское государство, а государство одного человека. Это княжество, либо какое-то царство, я не знаю. То есть, химический концлагерь будет нам организовать. И отозвали Малкину и Клеца в Москву. То есть, те люди, которые защищали завод, Клец на уровне области Малкина, на уровне мистерства. Они были кураторами проекта. Их берут, отзывают. Почему их отзывают? Либо из-за того, что они очень хорошо отработали, то, что должны были отработать за государственные деньги, защищали данный завод. Либо их просто уводят из-под удара правоохранительных органов, которые начали разбираться в данном вопросе. Но сам факт, что за государственные деньги защищается предприятие частного бизнеса, говорит о том, что закон у нас пишется под конкретную группу людей. То есть, не учитывается мнение общества и его безопасность. А данный указ покажет, что данное предприятие нужно, все, значит, его не трогают. А общество пускай травится. И на это будет плевать. И на самом деле это очень все страшно. Потому что, посмотрите, в любом случае я не верю, что эти чиновники работали просто так. Защищали данный завод. А что говорить о чиновниках, если сам президент у нас получает подарки и майбах, и вертолеты. То есть, как малоребенок, ему игрушки дарят, он и рад. Что, они не будут брать с него пример? Помните человека, который нам обещал, что мы будем решать, быть ли им заводом. Потом этот же человек нас обвинил, что мы аккумуляторщики. А сейчас вообще говорится о том, что эти люди, как мы, вообще непонятно чего хотим. То есть, ну, вызывает вообще, кто готовит доклады, эти президенты, либо сам президент, об адекватности этих людей. Последнее заявление о том, что пандемию может вылечить трактор и поле. Когда врачи совершенно другое говорят. Когда говорит, вы посмотрите, вирусов тут не видно. Нечего бояться. Вспоминается Чернобыльская авария, когда людям тоже в уши вносили, что вы же не видите этой радиации, значит все хорошо. То есть, вывод один. Надо брать все в свою руку. Никто нас не хочет защитить. Более того, вводятся законы, на основании которых нас будет официально травить. Законно травить. И это страшно. И это уже не государство. Это ломает главный устой государства, который базируется, что людям гарантируется безопасность их существования. А первое, самое главное, это экологическая безопасность. Учитывая ту ситуацию в мире, все сейчас прекрасно понимают, насколько экология важна. А здесь получается, знаете, как раньше, все на фронт. То есть, чтобы государство выжило, когда война была, все ущемлялись, для того, чтобы фронт существовал. Сейчас у нас что, какая-то война идет? Мы с кем-то внешним врагом воюем. Для чего принимаются такие драконовские способы, чтобы получить какие-то деньги в ущерб здоровью людей? Я делаю вывод, что государства как таковое не существует. У нас есть какое-то княжество, царство, которое не защищает интересы людей, а защищает интересы определенных групп граждан. Вот и все. Значит, а центр, ну, лаборатория, центр экспертиз, дали какой-то официальный ответ, изучая уже месяц эту документацию? А смотри, это уже шестой раз они подают. То есть, что они могут там найти нового, когда завод построен? Чтобы все понимали, завод построен уже полтора года. То есть, другого написать что? Ничего нельзя. Но они его же изучали. Идет подтасовка. Официальную причину мне не назвал Рачевский. Есть заявление Айпаура, якобы, что у них с запасом очистка идет. То есть, фантазерство. Представьте, оказывается, центр экологической экспертиз не выдал на заключение, потому что они слишком хорошо чистят воздух его. То есть, то министерство, которое ратует за это, оно наоборот было бы только за это. А тут, говорит, слишком хорошо вы все чистите. И за один день, подумайте, за один день переработать проект. Это нереально. Это просто нереально переделать полностью проект. Но они это сделали. То есть, знаешь, идут ссылки на какие-то там литературу, какие-то изыскания. А все строится на поддельных исходных данных. Как итальянская справка, так и здесь. Другого ничего выдумать не могут. И они заложники своей же ситуации. Нет таких предприятий, которые выбрасывают 3 или 29 килограмм свинца. Есть 100 на 1,5 при такой мощности. Другого нет. А уровень специалистов, вы видите, не могут оценить даже документы, которые в Италии. Зато законы издают, чтобы узаконить, чтобы не доплатить штраф. Вы понимаете, что дальше? Следующий указ будет, допустим, в интересах какого-то предприятия, ну, допустим, посадить пожизненно вот всех, кто здесь собрался или расстрелять часть. Ну, все в угоду бизнесу, в угоду национальным интересам. Нету сейчас войны, понимаешь? Вот. И вот этим все прикрывается. Но документы были отозваны? Документы были отозваны в последний день, потому что было подписано отрицательное заключение. Сейчас возможность iPower подать? Они подали 25 числа, и в понедельник Рачевский Евгений Александрович будет принимать решение, принимать эти документы на экспертизу, либо нет. То есть они должны посмотреть, оценить, переработан этот проект, непереработан, и дальше проводить по нему экспертизу. То есть в понедельник он принял решение, принимают они или нет. Но, чтобы было понимание, уже МВД написало, что Китай отказал им в проверке документов. То есть отказал ответить на те вопросы, которые якобы были заданы. А вопрос, а был ли вообще запрос? Почему в Испании не пишется? Почему в Южную Корею не пишется? В результате есть сообразность. Вы увидели эти паспорта? Когда я был, у Астрийка, например, он не видел этих паспортов. Паспорта отказался предоставить iPower. Нету оригинала. То есть ты понимаешь, нету оригиналов, нету паспортов. И сейчас это красиво заменется. Ну нету, ну значит нету. И все, и дальше проводится экспертиза, и все понятно. Так, а привозе на таможню? Привозе на таможню, обязаны предоставить паспорта. Но я боюсь, что, Андрей, там будет такая же ксерокопия подделка. То есть понимаешь, все видели ксерокопию. Оригиналов никто не видел. Но даже то, что iPower предоставила, якобы с Китая пришли данные по Дании и по Испании. Там интересный момент. То есть берется электронная версия, распечатывается. И на эту печать, которая стояла, опять же ставится печать и подпись какого-то лица. Понимаешь? То есть получается, что, опять же, заверяется не сам документ, не сами технические данные, а фотокопия входящего нигде не стоит. То есть секретарь должна получить входящую корреспонденцию, должна поставить дату. Там дата, когда выходит, не написано, и входящая не написана. В Китае, опять же, просто стоит печать на пустом листе, без подписи. То есть на других, где логотип стоит, наверное, какой-то уборщик iPower подписал, и они выдают это желаем за действительность. Но самое интересное, когда образец подписи якобы высылал в здание человека, говорит, поймите, поставщик это не производитель, только производитель знает и гарантирует технические данные, не покупает продавец. И этот продавец заверяет образец подписи до 13 марта, а я кому письмо, что пришло 20 февраля. То есть машина времени, понимаешь? Опять же машина времени. Я не знаю. То есть вот на примере Бреста вообще, мое мнение, что весь, вся Беларусь увидела всю некомпетентность и государственной власти как таковой. Когда два с половиной года люди указывают им на нарушение, и никакой реакции. Идет сплошной обмат. Даже ввязали этого высшее должностное лицо государства, которое обещало, но обещание свое не выполнило. И когда мы передали в августе прошлого года данные, как травили людей в концлагерях свинцов, возможно, у нас такой опыт решили на зидание всей Беларуси сделать. Вот мы откроем завод, вот траванем их, вот будет на зидание всей Беларуси. Потому что такого, как в Бресте, как люди пытаются защитить свое основополагающее право на чистый воздух и экологию, еще не было. Нас обвиняли во всем, что мы угодно. Что мы проплачены, что мы бузыкеры, что мы вравнемся в власть. Нет, наши требования не поменялись. А вранье, и мне очень фраза понравилась. Вы видите здесь вирус? Нет. Ну я тоже не южный, да, это все чисто. Вообще вызывает адекватность людей, которые руководствуют второго власти. Ну как бы... А ответ УВД? Ответ УВД? Ну что, мне МВД Республики Беларусь ответило, что Китай ответил, что оно не предоставит данные по запросу, и что сейчас МВД рассматривает целесообразность запросов в Испанию и Южную Корею. То есть, либо вы проверили, что это уже подделка. Если вы не уверены, что это подделка, тогда эти запросы. Понимаешь, то есть проверку никто не хочет проводить. И закон не работает, по сути дела. Ты понимаешь, оперативность какая, мышление. То есть, когда там, я не знаю, тебя задерживали, там еще другого задерживали, сразу все сделали. Фирмы прекращают в некоторое время свое существование. Здесь же все вообще в порядке. На завод приводят, два человека каждый раз приезжают, электролит привозят, все привозят. Но завод не работает. КНС постоянно течет вода, завод не работает. Ну, значит, расследование будет идти или нет? Вова, итальянская справка, как расследовалась? Вот сейчас. Мы имеем ответ, что... Министерство природы ответило, что оно не может оценить. Предложило два института, куда можно направить, и все на это. То есть, подлог, который изначально был, который... То есть, получается, что... Вдумайся, какой-то эколог, Юнкевич, на основании данных меньшего объема, сделал эту справку и сказал, что вот она есть. Министерство больше объема информации не смогло оценить. Какие-то эксперты. То есть, кто-то идет, реально замалчивает. То есть, они оценили на самом деле, увидели, что это подделка. Но они не говорят это, потому что идет указание. А отзыв Клеца и Малкиной вообще красивый. Ты знаешь, как вывод из-под удара. То есть, ребята, вы работу свою сделали, отлично. Ну-ка заберем-ка вас сюда. Молодцы, хорошо сделали. То есть, Малкиной не хватило либо, по-русски говоря, ума задавить нас, а Клецу не хватило административного ресурса. Он был первый зам. Если бы он, возможно, посерьезнее, вообще задавил бы репрессиями по полной программе. Поэтому надо не сидеть дома, а брать все в свои руки. Потому что время сейчас работает против нас. В понедельник мы... То есть, первая точка невозврата по МВД сейчас пройдена. Осталось пройти экологию. Завод запускается. И потом будет сложнее. Поэтому власть сама нас толкает на... Дима, как ты считаешь, несанкционированные массы мероприятия? Если завод запустится, здесь будет зона отчуждения? Не, ну, понимаешь, будет такая ситуация, как при Чернобыле. Когда говорят, а, радиация не подействует, а потом через полгода вывозили в цинковых гробах. А то же самое здесь будет. Есть опыт Америки, Америки, Швеции, Франции, где данные предприятия просто отравливают. Но такого мощного предприятия, как здесь, там не было такого. То есть, есть научные работы российских экспертов. Там фильтрация другая была. Да там не то, что фильтрация. Есть достижения науки и техники вообще в данной области. От данной области отказываются, данные предприятия закрывают. То есть, это показатель, что это устаревшая технология. Она грязная технология. А Беларусь, к сожалению, это нищее государство, и оно пытается заработать деньги, привлекая сюда вот такие предприятия Комск, Аркона и по аккумуляторам. Потому что весь мир отказывается, что да, это прибыльно, но этот отравляет природу. А вот, как я говорю, а у нас, получается, выхода нет. То есть, за столько лет правления государство не смогло сделать ничего более умного, как сейчас сюда привлекать эти грязные производства, превращать Беларусь в страну. Вот и все. Я смотрел ролик про закрытый завод «Эксайт» в Штатах. Там им пришлось, чтобы ликвидировать последствия, заменить почву в 2000 подворьях. Они просто заменяли почву. Естественно, все понимают, что здесь этого никто никогда не будет делать. Здесь будет, как в Пинске. Завод загрязнил территорию. Так, переносим его на другое место. Месло на другое место. Все, вот как у нас решается вопрос. И те брещане, которые сидят на диванах и думают, что это их не коснется, вы зря так думаете. Это коснется не тех, кто близко живет. Это коснется всего города. Так нет, радиус поражения 20 километров. То есть, есть работа, где после трех лет существования заводов на Украине в два раза менее мощного, загрязнение уже было в радиусе 10 километров. Через три года в два раза меньше мощности. Поэтому, о чем тут говорить? Есть история, зачем придумать велосипед. В Америке города есть некоторые брошенные, типа драгичные жабинки, где это загрязнено было. Ну, хотят на своей шкуре испытать. Либо это люди необразованные, либо это люди рабы. Вот и все. Люди не хотят думать просто. Ну, мы всегда, когда-то к этому приходим, вопрос когда. Как говорится, умные люди не допускают ошибок. Разумные предотвращают ошибки. Вернее, глупые разгребают ошибки. Умные предотвращают их. А очень умные не допускают. А у нас такое впечатление, что не два раза на грабли хотят, а три раза на грабли. И самое главное, и это в законе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова